Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Мы работаем в прямом эфире в студии Ольга Цхавребова. И вот основные темы к этому часу. Добрый вечер! Сегодня в парламенте были утверждены главы практически всех комитетов. Их утвердили путем открытого голосования. Не обошлось и без новшеств. Было предложено разделить один из комитетов на два из-за большого количества сфер, которые он охватывает. Роза Тедеева выслушала парламентариев. Вторая часть первой сессии парламента была посвящена избранию председателей парламентских комитетов. В первую очередь была утверждена структура парламента Республики Южная Осетия. Если ранее в парламенте функционировало 9 парламентских комитета, то теперь их 10. Председатель парламента предложил один из объемных комитетов разделить на две части. У нас количество комитетов увеличилось. Комитет по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и сми. Мы разделили на два комитета. И у нас получился комитет, который будет отвечать. Первый комитет – это комитет по национальной политике, религии и сми. Второй комитет – это комитет по культуре, образованию и науке. За избрание глав парламентских комитетов депутатский корпус голосовал в открытом режиме. Елена Джиоева, депутат от партии «Единая сеть», возглавила комитет по бюджету и налогам. На должность главы председателя комитета по внешней политике и межпарламентским связям было две кандидатуры. Депутат от 16 округа Ленигорского района Заза Дряев и лидер партии НХАС Давид Санакоев. Кандидатуру Санакоева представила Зита Бесаева, отметив, что он имеет большой опыт работы во внешнеполитическом ведомстве. Однако путем открытого голосования парламентарии большинством голосов поддержали кандидатуру Заза Дряева. Комитет по делам молодежи, спорта и туризма возглавил Инал Габараев, депутат от партии «Единая сеть», ранее занимавший должность главы Знаурского района. На должность главы одного из ключевых комитетов по законодательству, законности и местному самоуправлению были предложены три кандидатуры – Алана Габатте, Зиты Бесаевой и депутата самовыдвиженца из 8-го избирательного округа Алана Гаглоева. Путем открытого голосования к кандидатуру Алана Габатте поддержали 20 депутатов. Комитет по национальной политике, культуре, религии и СМИ большинством голосов возглавил депутат от Народной партии Амиран Дяконов. Единственный депутат от Коммунистической партии Инал Уригаев был избран председателем Комитета по образованию и науке. Еще один ключевой парламентский комитет, курирующий оборону и безопасность, возглавил Асамас Бибилов, депутат от партии «Единая сеть», ранее возглавлявший Комитет государственной охраны. Заместитель председателя парламента Александр Плиев будет совмещать в парламенте две должности. Он возглавил Комитет по социальной политике и здравоохранению. Депутат фракции «Единство народа» Алан Техов возглавил Комитет по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Вопрос избрания главы Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам был перенесен на следующее заседание сессии. Предлагаемый кандидат на эту должность, депутат от партии НХАС Алан Алборов, по семейным обстоятельствам не смог принять участие в работе сессии. Вы можете, конечно же, в третьей части нашей сессии тоже ввести свои предложения, но человеческий фактор никто не отменял, и в его отсутствии мы не можем посмотреть эту кандидатуру. Ну, по которому можно, но была бы неэтична. Зита Бесаева предложила поделить этот комитет на две части, так как он включает слишком много сфер. Спикер парламента согласился с мнением Бесаевой и предложил обсудить вопрос на следующем заседании. Парламентарий также сегодня избрали глав комиссии. Гарри Мулдаров возглавил постоянную комиссию парламента по соблюдению регламента. Комиссию по депутатской этике будет курировать Анатолий Таттаев. Кандидатура Зиты Бесаевой также была предложена на эту должность, однако она заявила о самоотводе. На следующей сессии будет утвержден и состав Президиума парламента Республики Южная Осетия. Роза Тедаева, Рауль Кочев, Асамас Гоглоев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня состоялось очередное заседание Кабинета министров. Все вопросы, вынесенные на повестку дня, были одобрены и направлены на рассмотрение в парламент Республики. Сюжет о Гунде Гобозовой. На повестку дня было вынесено 17 основных и 7 дополнительных вопросов. В ходе заседания были одобрены две кандидатуры на руководящие места. Глава администрации из Хинвальского района Вахтанг Мамитов представил Кабмину Алана Туаева на должность его заместителя. Согласно закону о депутатах, являясь действующим депутатом парламента, Гунда Плеева была освобождена от занимаемой должности в Министерстве здравоохранения. Сейчас, по окончанию срока действия депутатских полномочий, она подала заявление на назначение ее на должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия. На заседании руководителем аппарата правительства Республики Южная Осетия Олегом Гоглоевым был зачитан доклад о наградах правительства Республики Южная Осетия. Он предложил учредить ведомственные награды, почетные и благодарственные грамоты. Министром сельского хозяйства был зачитан доклад о создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по предупреждению возникновения локализации и ликвидации заразных, в том числе особо опасных инфекционных заболеваний скота на территории Республики. Комиссия создается с целью своевременной организации мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний. Был утвержден и состав данной комиссии. Министр финансов Аза Хабалова представила несколько докладов, в частности, о выделении денежных средств из резервного фонда правительства Республики Южная Осетия. Сумма большая, но соответствующие, конечно, обязательства по контролю за целевым расходованием возлагательного естества образования. И в приложенных материалах дается полный перечень тех учебников и тех методических программ, которые предлагаются к изданию. Во втором постановлении речь идет о выделении денежных средств Цхинвальскому району на обустройство дороги к новому кладбищу. Второе постановление речь идет о выделении денежных средств Цхинвальскому району к сумме 1 716 423 рубля администрации района Республики Южная Осетия на устройство дороги к кладбищу. Правда, кладбища городская в северку следует. Соответствующая смета приложена, вернее, проект смета приложен и соответствующие расчеты подтверждены. Таким образом, Цхинвальскому району в 1 716 623 рубля администрации. Также Азаха Балова представила предложение о выделении денежных средств двум жителям республики, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Итак, у нас два магазина. Это один из наук, оба из наук и района. Один житель, задуманно, Гачмазов Виталий Герасимович. Это был взрыв бытового газа 8 июня 2019 года. И второе постановление речь идет о жительнице села Фарм, Кочиева Алине Владимировне. Министр финансов также представила присутствующим доклад о выделении 60 тысяч рублей Комитету стандартизации и метрологии из резервного фонда правительства республики. Кабинет министров также рассмотрел еще ряд проектов. Агунда Губузва, Сармат Гузитаев, информационный выпуск. Сегодня. Московская осетинская община, которая всегда была местом объединения наших земляков и живущих далеко за пределами родины, теперь стала площадкой раскола. Сложившаяся ситуация вызывает недоумение и негодование. И у нас в республике, и в Северной Осетии сложно понять, как можно из-за личных амбиций вносить раздор в общество, которое просто обязано быть сплоченным. Эльвира Тибилова продолжит. Глава государства Анатолий Бибилов встретился с членами Московской осетинской общины в Москве. В ходе встречи президент отметил, что Московская осетинская община является гордостью Осетии и южной, и северной ее части. Глава государства выразил свое недоумение ситуации, сложившейся в общине на сегодняшний день, отметив, что происходящие процессы тяжело наблюдать, когда мы в Осетии, которая сегодня разделена, пытаемся взаимодействовать, интегрироваться и сплотиться. Очень большая работа проводится в этом направлении и главой Северной Осетии Вячеславом Зимихановичем. И мной, я могу даже сказать, что на сегодняшний день такого тесного отношения между севером и югом Осетии давно уже не было. Мы создали вместе, первый раз вообще за всю историю, создали единую комиссию по развитию осетинского языка. Сейчас планируем провести заседание общего нашего правительства, совместное заседание правительства, работа между законодателем и органами власти. Призвав всех осетин к максимальной консолидации, глава государства подчеркнул, что, к сожалению, находятся силы, которые используют всякую возможность заявить о себе, причем самым нелицеприятным образом. И по большому счету эта община должна нести такую, действительно, не роль третейского судья, но хотя бы помощника в плане подсказки, как будет правильно, и влиять на эти процессы именно позитивно, а не в плане того, чтобы принять одну или другую сторону. По словам президента, осетины, занимающие серьезные должности, должны помогать своим авторитетам находить решения имеющихся проблем и в Южной Осетии, и в Северной Осетии. Архив важно, чтобы московская диаспора была как один кулак, чтобы московская диаспора для нас была опорой, опорой и уверенностью в тех вопросах, которые будут и дальше вставать, и будут серьезные вопросы. В завершении своего выступления Анатолий Бибилов выразил надежду, что ситуация разрешится. Весь негатив спадет, и люди, пытающиеся расшатать обстановку, поймут, что не может быть силы, если общество разделено. Мне бы очень хотелось, чтобы именно московская диаспора была тем ядром, который вокруг объединяет все диаспоры осин, которые есть у нас в нашей большой родине Российской Федерации. Еще раз повторюсь, я искренне уверен в том, что эти разногласия в буквальном смысле растворятся в тех действительно больших задачах. Президент пожелал общине взаимопонимания и результативной работы. Недавняя проверка дошкольных учреждений, которая была проведена мэром Цкинвала, уже дает свои плоды. В управлении городского образования всерьез озаботились выявленными нарушениями и пытаются их не просто устранить, а сделать так, чтобы в дальнейшем такое не повторилось. Зарина Кочева продолжит тему. Начальник управления городского образования Жанна Лулаева собрал руководителей медсестер дошкольных образовательных учреждений. Работа в детских садах требует ответственного подхода и неприемлема, когда медсестры часами отсутствуют на рабочем месте. Лулаева напомнила о проверках, которые были проведены мэром Цкинвала. В ряде садиков были зарегистрированы нарушения не только в сфере питания, но и на местах отсутствовали сотрудники. Тогда глава столичной администрации Алан Кочев поручил Жанне Лулаевой более строго контролировать работу детских садов, чтобы исключить даже незначительные нарушения. Вы в ответе за детей. Умя ответственность не дарится на зону. На уме есть не дарится на зону. Это очень сложно, это очень ответственно. И никогда не возмущайтесь лишний раз проверке. Значит, проверка нужна. Зачем обижаться? Я думаю, что мы настолько умные все здесь, что понимаем ответственность. У нас огромная ответственность. И исходя из этой ответственности, мы должны быть немножечко все время в напряжении, не расслабляться. Штатные медицинские сестры в прямом подчинении Министерства здравоохранения. Представитель Министерства отметила, каждый медработник должен ответственно подходить к своей работе. Здесь нет места халатности. Заведующие, обращаюсь к вам тоже. Почему вы им даете другую работу, оформляете для них другую работу? Чтобы она работала там уборщицей, чтобы она работала воспитателем. Вы их тем самым покупаете? Потому что она вам завтра противостоять не сможет. Потому что она вам уже обласкана. А нам надо, чтобы наши медсестры работали. Кроме того, на совещание повестили всех руководителей ДОУ, что с сегодняшнего дня все добровольные родительские взносы в размере 100 рублей на каждого ребенка будут зачисляться на внебюджетный счет Управления образования, открытый в Управлении Казначейства Республики Южная Осетия. Однако они будут возвращаться в ДОУ на дополнительные хозяйственные расходы. Жанна Лулаева еще раз обратила внимание руководителей и медсестер на то, что они несут ответственность за детей. Каждый родитель, отправляя ребенка в садик, должен быть уверен, что он обеспечен качественным питанием и находится под непрерывным и пристальным вниманием. Руководство Республики создает для этого все условия. Наша задача – выполнять свою работу на местах, заключила Лулаева. Зарина Кочева, Олимпе ТФ, информационный выпуск. Сегодня. Семь выпускников республиканских школ за хорошую учебу получили поощрение. Их отправили на театрализованное шоу в Санкт-Петербург «Алые паруса». После возвращения на родину ребят пригласили в Министерство образования. Репортаж Яны Плеевой. Вы сейчас на таком этапе, когда с твердостью можете сказать, что пройден один из главных этапов вашей жизни. И вполне успешно отметила министр образования Наталья Гаасева. Традиционно Министерство образования и науки ежегодно собирает у себя выпускников, которые получили золотые и серебряные медали. В этом году по всей республике всего семь медалистов. Из них один – выпускник, обладатель золотой медали. Строгий отбор при определении медалистов способствует тому, что их количество ходий сократилось, но можно с твердой уверенностью сказать, что медали более чем заслуженные. За все годы учебы эти ребята показали свои бойцовские качества, потому что за каждую хорошую отметку надо бороться. Обещайте никогда не пасовать, никогда не сдаваться, не всегда добиваться своей цели. И каждый раз, знаете, вас дома ждут мамы, они здесь есть, учителя, они здесь есть. Вас ждет, в конце концов, Министерство образования, которое в очередной раз гордится не только своими медалистами, но и каждым ребенком, который уже вышел за порог школы и вошел во взрослую жизнь. Крепкий тандем между учителем и родителями всегда дает хорошие плоды. Пристальное внимание с двух сторон дает возможность школьникам трудиться, не покладая сил. Благодарность от Министерства образования была выражена в адрес родителей выпускников, которые смогли правильно мотивировать своих детей и преодолеть нелегкий путь длиною в 11 лет. Общая работа ваша, родители, педагога, родители, ученик. И вам спасибо, педагогистому коллективу, спасибо. И, конечно, спасибо нашим детям. С бала прямо на награждение. Именно таков был маршрут выпускника школы Альбион. За хорошую учебу наши выпускники побывали на знаменитом театрализованном шоу в Санкт-Петербурге «Алые паруса». За пять дней ребята смогли посмотреть значимые культурные и исторические объекты, а также понаблюдать за грандиозным событием с участием более 10 миллионов выпускников со всей России. Смысл представления остается неизменным уже несколько десятков лет. Корабль с алыми парусами, проплывающий вдоль реки Невы. Кроме того, на набережной разворачиваются музыкальные площадки с участием знаменитых российских артистов. Из года в год шоу приобретает все большую популярность. Масштабное представление становится пощрительным призом для многих медалистов. Там было очень много людей, но у нас были специальные пропуска, и мы могли пройти почти в любое место, поэтому за кораблем мы наблюдали практически с первых рядов. Три дня это были в основном экскурсии, нас водили по разным музеям, мы посетили Эрмитаж, Исаакиевский собор спас на грави, летний сад мы посетили, и также Петропавловскую крепость. Водное шоу проводится в самую продолжительную субботнюю белую ночь и длится с 11 часов ночи до 4 часов утра. В завершении праздника шоу завершается грандиозным салютом. Яна Плева, Ринат Медоев, информационный выпуск «Сегодня». Найти приятное и полезное времяпрепровождение для детей летом не так легко. Ежегодный лагерь «Солнышко» в Схенвале открыл свои двери для школьников. Работать он будет с 9 до 17 часов в будние дни. Наш корреспондент Алена Утаева с подробностями. Второй отряд – комета! Девиз которого – у кометы есть девиз «Никогда не подожмись!» В количестве 16 человек отряд выстроен и готов к проведению торжественной линейки в честь первой смены открытия лагеря. Командирка отряда Туаева Мария. Вольно! Есть вольно! Летние каникулы – любимое время для детворы. Сегодня состоялось торжественное открытие лагеря «Солнышко», который на протяжении нескольких лет функционирует на базе Схенвальской школы-интернат. В первом потоке прибывают 150 детей. Для них подготовлена программа, в рамках которой у каждого ребенка есть возможность проявить свой талант в умении петь, танцевать, рисовать и во многих других направлениях. День расписан по часам, утренняя зарядка, различные конкурсы, спортивные игры, посещение достопримечательностей столицы и, конечно же, полноценное двухразовое питание. Эту замечательную возможность им подарила Министерство образования и науки Республики Южной Осетии, за что им огромное спасибо, потому что дети здесь не только играют и проводят в свое свободное время, а также они принимают участие в разных конкурсах, где каждый ребенок по-своему показывает свои таланты. У нас бывали такие случаи, что когда к нам приходили родители, они приводили к нам детей и говорили, вот мой ребенок стеснительный, он не может так разговаривать много. А потом в конце лагерной стены они их не узнавали. Не узнавали в хорошем смысле, потому что дети настолько менялись, поменялись, что это было невозможно не заметить. У нас будут выходы в город, в МЧС, в ОМОН, в детскую библиотеку, в парк пионерский, в музей и так далее. Потом в конце лагерной смены мы бы хотели подытожить это небольшим мероприятием. Предусмотрено всего три потока, по 10 дней. По сравнению с прошлым годом, в этом году количество детей намного больше. И это, конечно же, радует. Многие из отдыхающих здесь не первый раз. Несмотря на то, что со дня открытия лагеря прошло совсем немного времени, ребята уже успели подружиться. Когда я в первый раз сюда пришла, мне здесь очень сильно понравилось. Здесь очень много разных детей из очень много разных отрядов. Разных отрядов. И с некоторыми я даже подружилась. Мне кажется, что ни один ребенок не может прийти в этот сказочный, солнечный, волшебный мир. В этот прекрасный лагерь. Уже если хочешь стать сказочным героем, приходи сюда. Что ты мучаешься дома и думаешь про это? Иди сюда и стань сказочным героем. Мне очень нравится в этом лагере, потому что тут очень весело, много детей. Бывают разные конкурсы, мероприятия. В конце вручают крамоты. Учителя бывают очень добрые. Когда надо, они бывают злые. Ну, не совсем злые, но так ругаются иногда. Мне тут очень интересно. Я тут пятый год. И я бы хотела, чтобы все дети ходили сюда. Мы тут в свободное время играем в мячики, в скакалки, в обручи. Мне тут очень нравится. Особенно утренние линейки. И когда мы заканчиваем этот день, у нас бывает дискотека. Мне это очень тоже нравится. Вторая лагерная смена заступает 8 июля. Для желающих весело провести летние каникулы, необходимо предъявить справки и свидетельства о рождении в администрацию лагеря. К сегодняшнему торжественному открытию вожатые и дети здорово потрудились, подготовив различные музыкальные номера. Придумали и девизы для каждого отряда. Проведенное здесь время, хоть и не столько, сколько бы им хотелось, детвора будет вспоминать с теплотой. А в сочинении «Как я провел лето» участникам лагеря будет что рассказать. Алена Утаева, Арсен Гастиев, информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, что происходит в мире спорта. Югостинский борец вольного стиля Андрей Бестаев стал победителем первенства Европы. Спортсмен обошел четырех соперников. Примечательно, что он не уступил соперникам ни одного балла. Случай в борцовской практике редкий. Анжела Кукоева пообщалась с победителем и его тренером. На родину вернулся победитель первенства Европы по вольной борьбе среди юношей до 18 лет Андрей Бестаев. В Дзаусском районе в селении Верхний Рук спортсмена и его тренера Тамерлана Кочева встречали по сетинскому обычаю с тремя пирогами и чашей пива. Соревнования проходили в Италии в городе Фаенца. Андрей выступал в составе сборной России. Боролся в весовой категории до 110 килограммов, выиграв своих соперников с общим счетом 32-0. В финальном поединке он оказался сильнее своего соперника из Болгарии Георгия Любомирова Иванова и выиграл со счетом 10-0. Тренер Андрея Бестаева Тамерлан Кочева остался довольным результатом своего подопечного и отметил, что прежде всего, благодаря своему упорству, трудолюбию и стремлению добиться поставленной цели, Андрей одержал убедительную победу. Он боролся очень хорошо и многие этому свидетели. Карьерный путь в юношеской борьбе на этом он завершил и переходит во взрослую категорию. По словам Андрея, в первую очередь поддержка друзей и родных вдохновляют его на победу и очередной раз мы стали свидетелем его успешного выступления на первенстве Европы. Конечно же, я волновался перед каждым выходом, но справился. Самая сложная схватка была в финале с соперником из Украины, но в итоге я оказался сильнее. Спасибо всем, кто болел за меня и встретил меня на родной земле. Андрей Бестаев добавил, что некоторое время он будет отдыхать, а потом снова приступит к тренировкам, ведь его спортивный путь только начинается. Анжела Кокоева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск «Сегодня». Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. В Знавском районе завтра переменная облачность, днем плюс 24, ночью плюс 19. В Знавском районе переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ночью 18. В городе Квайса переменная облачность, возможен дождь, днем 25, тепла, ночью 17 градусов тепла. В Ленигорском районе переменная облачность, днем плюс 28, ночью плюс 19. В столице республики, в Цхенвале, переменная облачность, днем 27 градусов тепла, ночью 20. На этом наш выпуск подошел к концу. Напоминаю, мы работали в прямом эфире. Я, Ольга Цхавребова, прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова